Котлеты императора в стихах Пушкина Тайны старинного Торшка Котлеты императора в стихах Пушкина Тайны старинного Торшка Ирина Толстошева В этом старинном купеческом городе на пути из Санкт-Петербурга в Москву жарят такие вкусные котлеты, что им посвятил стихи сам Александр Пушкин. По одной из версий, их рецепт появился, когда в одной из гостиниц города остановился российский император и заказал мясное блюдо на обед. О ресторане, в котором придумали знаменитые котлеты, церкви, построенной без единого гвоздя и о том, что стоит еще посмотреть и купить в Торшке, в материале РИА Новости. Погружение в прошлое Торжок основали купцы Великого Новгорода в X-11 веках. Город развивался как крупный торговый центр вплоть до строительства железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. С появлением нового, более короткого пути он утратил прежний статус. Около Центральной площади 9 января частично сохранились торговые ряды XIX века. Когда-то купеческих лавочек здесь было очень много. Река Тверцы фото из личного архива Виталия Ковальчука. Пешеходные. Мост через Тверцу фото из личного архива Виталия Ковальчука. Скамеи. Кино Новгородские. Набережной. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Площадь 9 января. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. Один. Четыре река Тверца. Фото из личного архива Виталия Ковальчука. С пешеходного моста через реку Тверцу открывается эффектный вид на земляной вал. Церкви и символ города Борисоглебский монастырь. На другом берегу Тверецкая набережная с изящными фонарями, домами конца. Начало. 20 века и стилизованными под них современными особняками. Особенно выделяется дом в стиле модерн, выложенный майоликой. Отделить Пушкина от котлет из-за этих котлет уже и пушкинские места никого не интересуют, говорят экскурсоводы Торшко. В. 19 веке в городе были гостиница и трактир, принадлежащая сначала емщику Евдокиму Пожарскому, а затем его дочери Дарье. Гостиница пожарских фото из личного архива Виталия Ковальчука именно тут подавали любимое блюдо Пушкина рубленные котлеты из курицы или дичи, обываленные в сухарях из белого хлеба, на досуге от обеда и пожарского в Торшке, жареных котлет отведай и отправься налегке. Картина П.П.Кончаловского А.С.Пушкин, 1932 грамма, Рия Новости. Игнатович считается, что рецепт этих котлет придумали, когда в гостинице пожарских остановился император то ли Николай Ай, то ли Александр Ай, заказал котлет. В начале 19 века их делали из говядины, но мяса на кухне не оказалось. Тогда Дарья приготовила котлеты из курицы и обваляла их в сухарях. Высокому гостю понравилось. Куриные котлеты получались сочнее и стоили дешевле так, что рецепт быстро завоевал популярность. Сейчас знаменитые котлеты подают в каждом ресторане, но по оригинальному рецепту 1853 года только в кафе Лира. Порция две котлеты. Летом в городе проходят фестиваль у пожарского в Торшке с дегустациями, мастер-классами, лекциями, концертами и программой для детей. В этом году, 31 августа, здесь впервые состоится хлебный фестиваль. Наличник и частного дома в Торшке фото из личного архива Виталия Ковальчука. Почтовая лестница фото из личного архива Виталия Ковальчука. Частный дом в Торшке фото из личного архива Виталия Ковальчука. На улицах Торшка фото из личного архива Виталия Ковальчука. Дома на Тверицкой. Набережной фото из личного архива Виталия Ковальчука. 1.5 Наличник и частного дома в Торшке. Фото из личного архива Виталия Ковальчука Пушкин, как уверяют местные экскурсоводы, проезжал через Торжок 25 раз В городе есть музей поэта, посвященный его дорожным впечатлениям от путешествия из Санкт-Петербурга в Москву и обратно Кроме Пушкина, Александро и Николая В городе несколько раз ночевала и Екатерина в возведенном для нее путевом дворце Город храмов и соборов Борисоглебский монастырь был основан на правом берегу реки Тверцы почти тысячу лет назад в 1038 году Это один из древнейших монастырей в России Борисоглебский Монастырь фото из личного архива Виталия Ковальчука Борисоглебский Монастырь был основан в 1038 году фото из личного архива Виталия Ковальчука 1, 2 Борисоглебский Монастырь фото из личного архива Виталия Ковальчука Борисоглебский собор возведен по проекту местного архитектора Николая Львова в конце 18 века. Колоннада придает ему сходство со светской постройкой, причем не северорусской, а итальянской. В советские годы монастырь превратили в тюрьму. В соборе был склад продукции, изготовленный заключенными. Некоторые монастырские сооружения реставрируют до сих пор. Надвратная церковь Спаса нерукотворного образа фото из личного архива Виталия Ковальчука. Кстати, в монастырской надвратной церкви Колокольни Спаса нерукотворного образа находится единственная в Торжке смотровая площадка. Старо-Вознесенская деревянная церковь, прежнее название Тихвинская, построена на рубеже веков без единого гвоздя. Правда, после перестроек и реставрации гвозди в ней все-таки появились Старо-Вознесенские. Храм фото из личного архива Виталия Ковальчука. Внутри Старо-Вознесенского храма фото из личного архива Виталия Ковальчука. Благовещенская церковь фото из личного архива Виталия Ковальчука. Спасо-Преображенские. Собор фото из личного архива Виталия Ковальчука. Ильинская церковь фото из личного архива Виталия Ковальчука. Видно бывшие. Воскресенские. Женские. Монастырь фото из личного архива Виталия Ковальчука 1, 6 Старо-Вознесенский. Храм фото из личного архива Виталия Ковальчука в Торшке 8 действующих церквей. В начале 20 века было почти 40. В советское время часть храмов уничтожили, часть использовали не по назначению. Так, в помещениях Воскресенского женского монастыря до сих пор действует швейное производство. Сувениры. В Торшке обычно покупают перчатки, ремни, а также вышатые нитью с содержанием латуни и драгоценных металлов сумочки и платки. Дело в том, что город с давних времен славится кожевенным и золотошвейным производством. Вернуться на главную и вернуться в начало.